Паш, как купить? Я хочу энергетику купить. Ты будешь? Как мне его купить? В общем, ребят, это не реклама, хочу себе купить энергетику и Пашке тоже, да? Но я не знаю, как его купить, потому что я боюсь, что мне его просто тупо не продадут. Ладно, давайте попробуем здесь. Стану, честно отстаю очередь. Добрый вечер. Пробьете мне адреналинщика? Ну не пробьете, ладно, пропустите человека, а не уходите, я понял вас. Девушка, девушка, девушка. Вот, просто. Я же сказал, блин, видишь, как даже так получилось. Извини. Но я тебя предупреждал, как бы, что может такое произойти. Чё там, чё там она? Почему они не представляются? А? Не слышу. Чё происходит, вы не можете понять. Вы стоите в очереди и ждёте. Снимаете, что это такое происходит? А, я люблю снимать. Нет, а с какой целью? С целью показать магазин в хорошем свете. Но пока что это не получается. Я так понимаю, что вы мешаете работе. Я мешаю работникам. Мы не можем, может быть, пропить того. Из-за меня. Из-за вас? Из-за меня. То есть, любой человек, который появляется в магазине с камерой, он мешает всем людям, да? Я вижу, что данные помешают. Ну, чем именно? Если он уберёт камеру, то всё, давайте. Да? Ну, давайте, смотрите. Смотрите, я закрываю камеру. А вы сказали, что вас не устраивает работа в магазине, так? Вас не устраивает работа в магазине? Я не устраиваю, что мы не можем проведить товар, потому что работа в магазине вас не устраивает. Из-за этого, из-за вот этих вот съёмок, кассиры не работают. Вы уверены? Ну, вот, короче, магазин вас не устраивает, так? А вы обращались к менеджеру, что вас не устраивает работа в магазине? Они просто пойдут навстречу, дадут еще кассиров, откроют кассу. Да, попросите. Меня бы не устроило, допустим, стоять в такой очереди. Я сейчас тоже не устроил, я не буду оплачивать. Попробуйте к менеджеру, подойдите и скажите ему, почему у вас работает одна касса. Откройте еще. Вы не думаете, что или как? Просто как-то это странно, что у меня в руках камера, я закрываю кассу и камеру. Я не могу понять, что происходит, поэтому я пытаюсь как-то оплатить. Ну да, да, я считаю, смотрите, тут есть акция. Вот, видите, если много людей в очереди, 150 рублей можете получить. Вон, звоните по телефону. Да, 150 рублей. Или хотите книгу, отзывы? Ну, отзывы, книгу можете написать. Чтобы больше такого не было, а то улучшать кофе. Я считаю, вот это, кстати, издевательство над людьми, я так считаю. Такую очередь создавать, да, километровую, это... Ну да, похоже, а, раньше было две кассы. Но, да, эти камеры не предполагают потом размещение и все. Что, вы думаете, что это предполагает? Смотрите, дело в том, что вы стоите в очереди. Я подозреваю, что вот я бы, если стоял в очереди, вас бы, меня бы это не устраивало. Мне публиковали в новом магазине. Про ребенка сказали. Хорошо. Смотрите, вот есть книга отзывов и предложений. Вы можете оставить отзывы, предложения. Нет, а мои отношения и мои правоотношения в новом магазине, в котором я покупаю товары, это наше личное отношение. А у вас они не такие могут не предлагать. Хорошо. Предлагать мне эту книгу, они ваши правы, они ваши правы. Почему? А почему я тогда так делаю? Я не знаю. Как это не право? У тебя нет права предлагать книгу. Ребят, кто хочет книгу отзывов, написать отзыв, предложения о том, что стоите в долгую очередь? Книга, ручка, телефон, 150 рублей бесплатно. 8 800, бесплатный телефон. Что, ты чего делаешь? Магазин кошмарит. А? Ну, смотрите, вас если устраивает, что одна касса работает, то можете стоять. Меня бы не устроило. Магазин кошмарит. Ну, они просто кроме этого сделали еще много плохого, поэтому вот чисто к вам. Необычного. Не можете на кассе. Чем? Молодые люди сегодня устроили коллапс. Коллапс? Мы? Била. Мы держим работников, администраторов, что ли? Тут ни одного отзыва от вас нету, что кто-то устроил коллапс или что-то еще. Все забито. Все забито и задаст. Так, вы виноваты. Поняли? Все, я каялся. А хотите, я выгоню их из магазина? Вот сейчас выгоню их из магазина. Только боюсь, что ничего не изменится. Мы в кассе, да, в самый час бит, когда люди возвращаются с работы, хотят... А мне нужно было ночью приходить, когда нет никого. Молодые люди, давайте пропустим обычных людей, а потом будете разбираться. Да, Гарина, они заблокируют. А кто пропустит? Мы держим кого-то, что ли? Вас что не устраивает? Я никого не держу. Вот смотрите мои руки. Что вы долго стоите? Что там? Да мы не хотим никуда писать. Значит, вас все устраивает. Еще у кого-то есть жалобы, заявления? Терпите, стоит. На вас, да, есть. На нас? А почему на нас-то? Ребят, я не влеваю. Мне кажется, глаза немножко приоткрываются насчет этого общества. Я что-то прям вообще в шоке. Я не думал, что такое. А все после работы, а вот вы какой нёй занимались? Чем-чем? Ой, ну тершинец какая, фу. А вы обращались к администрации, что здесь одна касса работает? Обращались? Потому что после работы, а вы занимаетесь чё-то нёй? Вы обращались к администрации, что работает одна касса. Вы жаловались? Слушайте, вы устраивались. То есть не жаловались, да? Ну стойте тогда и терпите. Слава Богу! Все, не, мы просто... Вот один человек молодец. Вот кто-то не терпил, я вообще. До этого была девушка, она, кстати, больше всех кричала, и в итоге первая пришла в очередь. Да, кстати. Поэтому, если вы будете бороться за свои права, у вас все получится. И реально там сидит, по-моему, 6 кассиров пьет чай. 6 кассиров сидят, пьет чай. Если вас это устраивает, то можете стоять, разворачиваться, уходить. Если не устраивает, то пишите отзыв. Ну, я не знаю, с кого, но это глупо из-за того, что у нас есть камера. По-честному, они кинули человека на 13 тысяч рублей сегодня. Не хотят возвращать деньги, потом еще плохо себя вели. Ну, если вам понравится, что вас кинут на 13 тысяч рублей, я не знаю. А их просто бабки списали и не... Он купил товара. Товара, который оказался по итогу не под уж продажей. Взяли, сделали акт списания, забрали у него товар, списали, выкинули в мусорку. Пришли, говорят, давайте нам товар, мы вам вернем деньги. То есть из мусорки, типа? Типа иди доставай из мусорки свой товар. Сейчас мы говорим, откройте мусорку, мы вам принесем товар. Короче, пускай один закроет. Ну, да, было бы хорошо. Я думаю, они этого и добиваются. А сейчас я не знаю, видимо, они хотят через вас надавить на нас. За кого, из-за чего они не страдают? Послушайте, вот я верю, что страдает вот эта девушка, потому что она сейчас вперед и пишет жалобу, что больше такого не было. Вы же не страдаете. Магазин. Магазин создал. Мы кого-то держим, мы же не держим. Кассиры, которые убежали со своих рабочих местных, потому что они почему-то хотят мне продавать товар. Именно мне. Спросите, узнайте, обратитесь, обратитесь к администратору. Не хотите обращаться, вот ребят тоже не хочет обращаться к администратору. Не там решайте ничего. Не знаю, все кассиры не хотят работать. Не знаю, обратитесь к администрации, спросите, почему они хотят это делать. Советую вам подойти, вот здесь, по-моему, где-то администраторское. Либо есть книга отзывов, когда девушка допишет, можете взять и... Чего произошло? Кассиры все ушли. А в администрацию зайдите и спросите. Я была кассирой, я после работы, я очень злая. Ну зайдите к администрации, вы что-то у нас-то спрашиваете. В администрацию зайдите. Вон, 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 администратор, вон администратор, подойдите к ним. Вот, смотрите, женщина все-таки обратилась к администратору, послушала. Да, мы ссорим. Что, зачем, что? Вы звоните. Ну, мы же вам советовали, вам советовали. Не мы стоим в очереди, вы стоите в очереди. Они с нами разговаривают. Они сидят, сидят. Пойдемте я с вами сейчас. Попытаюсь с ними поговорить. Они у меня не будут реагировать вообще. 8800-333-752 Мы не в очереди стоим, еще раз вам говорю, мы стоим рядом с вами просто. К кассировам надо один. Потому что вас и ваших детей нравятся с грехом. Ну это президент. А будем виноваты? К президенту? С просрочкой? Интересно. Что в магазине? В азбуке вкуса. То же самое. О, азбука вкуса, наш любимый магазин на самом деле. Вот то же самое. Тухляком заставляют торговать. Правильно. Павел, Павел. Комяк. А тупого комяка знаете? Они не торгуешь, тебя умолняют, я не рапсиняк. А у нас уже уволили одного такого человека на самом деле. Мы вот сейчас ссулимся с азбукой вкуса, чтобы его восстановили. Бывшая сотрудница, азбука в кассейке платит. Вот. Которая прямо заявляет о том, что заставляют. А в каком магазине? Можете сказать? А в каком магазине? Ни в каком. Ребят, давайте вы выйдете нахрен отсюда. А что вас не устраивает? Меня не устраивает эта очередь. Пишите. Я не буду ничего писать. Значит, вас все устраивает. Жалко. Иначе стойте тогда. Вот еще есть телефон. Сотрудники магазина. Почему вы должны в магазин написать что-то? Вы не должны. У вас есть претензии к работе магазина? У меня есть к вам претензии. Пишите нам. Звоните в полицию, вызывайте. Пусть нас надерживают. Давайте, пожалуйста, я вас подключаю. Хорошо. Попады, двигатели, а тут я снимаю. Так вас что, не устраивает, что одна касса работает? Меня не устраивает. Хотите, я сяду за кассу, буду вам попробовать что-то пробивать. Что, водить будете за то, что вы здесь устроили? За то, что вы теряете наше время? Мы? Вы. Мы за руку, не держим никого. Пошли в хопу. Давайте, подставили. Я говорю, ребят, я там снимаю. Так перевернуть надо. Вот девушка правильно снимает, а вы неправильно. Вот так, да? Да, да, классно будет. Смотрите, если кому не устраивает очередь обслуживания, можете написать к ней отзыв. Если вы хотите 150 рублей бонусов покупки, вот там есть акция, вот там телефон 8800, звоните, получайте 5 бонусных купонов по 30 рублей. Слушай, ты случайно не агент Биллы, а? Агент. 100%. Может, Биллы станет лучше. Они не дают бонусы, дают. Нет, почему? Должны дать вообще. Они вам должны дать, по идее. Должны дать. Больше 5 человек, тут все больше 5 человек стоят. В общем, ребят, я так не смог услышать ответа, да, почему мы виноваты в том, что люди здесь стоят. Я не понимаю. Они не обращаются к администратору. Ты, короче, Боря связал всех продавцов и держишь в подсобке, заставляешь пить чай. А, вот он. С тортиком, с тортиком, с тортиком, с тортиком. А, они с тортиком там чаи пьют. Вот, правда. Блин, был бы костюм. Ну, есть же такая. А вам крюшки не нравятся, что ли? Крюшки молодцы, зачищают магазины. По правилам было. Что за капец? Просто нужно приходить не вечером, когда люди уставшие. Вот, слушайте, приходите утром. Когда нас не будет, когда нас не будет. Когда меня нету. Делайте, что хотите, лишь бы меня, сука, никто не трогал. Вот все, делайте, что хотите. Главное, чтобы меня не это не касалось. Логика, тебе не нравится. Павлик, напиши отзыв лучше. Логика такая у всех, не только у меня. Вот у девочки такая же логика. Да, что вообще это все собрались-то? Мне мое, мой живот. Вот, это самое главное. Вот. Дело не в этом, а дело в том, что люди идут по царапошке. Не, мы просто стоим. 122 группу садим, да? Да. 122 группу садим. Сейчас Павлик нам покажет, как нужно вызывать полицию. Ксения едут. А вы все так, ну, случайно, вы снимаете. А какой проспект? Чего происходит? Честь, к нему. Какой проспект? Какой проспект? Проспект Мира. Здравствуйте, проспект Мира, 122 группу садим. Магазин Белый, быстрее, помогите, помогите, быстрее. Проспект Мира, 122 группу садим, магазин Белый. Проспект Мира, 122 группу садим, магазин Белый. Сулоч, трубку, положи. Дай отбой, я тебе сказал. Помогите, помогите, помогите. Отбой давай. В прошлый раз приехали через 7 минут. Я же испугался, как ты в боку. Я тоже без этого прочего. Ребят, вот такой вот способ полиции, вызова полиции, я думаю, должен быть действовать. По-павликовски. Пойдем, Паша, Паша, пойдем контейнер сейчас откроем. Сейчас, задейся, задейся. Ну она выйдет вот так. Подсветите кто-нибудь, у кого свет есть. О, достань тут телефон. Дев минут. Вот в этом маленьком тормашке. Арин, идите в двери, чтобы там дверь не достанет. Нет, 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 нет. Там глуши зарядки. Есть зарядка? Да. Так, так, давай, давай, заходи сюда. Заходи ты сюда, давай, сюда, сюда, так, так, все, толкай. Туда, прямо, прямо давай. Нормально, скоординируйся. Да, да, держись. Это себя скоординирую. Попросили вернуть товар. Попросили вернуть товар. Ну да. Вот, привезли контейнер. А можно здесь оставить? Пусть я все собираю на ИСА. Сейчас я и верну, если будет. Так, ребята. В общем, где-то товар, ребята, вон там вот. Где-то там вот. Вот где-то все. Ребят, подъехал в шоу контейнер. Саня, как обещал, верну просрочку в магазин. Сейчас бы ему вернули деньги. Вот так вот кидать людей на 13 тысяч. Если 5 минут, если не вернете, будем реально возвращать просрочку. Там ничего нет. Вот яйца есть в нашем. Ваши? Да. И конфеты. Куриные. Вот конфеты в яйца. Ну да, там есть мусора. Ну да, я это вырежу. Почему вырежу? Нет, это вырежу. Все, что хочешь, убери. Вопросы, что еще убрать? Вообще, все убери. Можешь его убрать? Ну ты дурак или куда? В смысле? Ну иди ударься. Давай не будем. Не ударься об заборчиков. Давай не будем. На локте забирайся. Много ядеря поснимаю. Как правильно? Вот я не хочу, чтобы у меня снимали. Я тоже не хочу. Я за камеру встану. Так вы реально, типа, да? То есть вы прогибаетесь по тому, что человек ходит с камерой. Я за камерой встану. И тычет вам в лицо. Кому тычет? Тычет вам в лицо. Я не юридическое лицо. Я никто. Почему меня тычет в камеру лицом? Это общественное место? Нет, это не общественное место. Это улица. Это дом вах. Это не территория магазина. В смысле моя... Почему меня снимает человек? Я его не знаю. Хочу. 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 Может, ты маньяк? Может быть. Вот полицейский обратитесь. Он говорит, что он может быть маньяк. У меня даже прибор есть. У меня даже прибор есть. А что, сейчас запрещено снимать на улице? А почему он меня снимает? У нас запрещено снимать вообще-то. Кто сказал? А почему я не буду снимать? Я не давал разрешение, но я снимаю. В квартире можешь не давать разрешение. Где ресурсы, да? А зачем он тогда снимает? Дома, что ли? Чтобы дома это просматривать. Зачем он снимает меня? Я продам это на Порнхаб. На тебя будут драчить. На меня будут драчить? Хочешь, я на тебя сейчас подрачу? А ты как? Возбуждаешься? Я возбуждаюсь. У тебя и твои камеры. Хочешь? Да. Прям в глаз я сейчас наебачу. Хочешь? Мужик сказал, мужик сделал. Мужик, да, вот. Пойдем? Пойдем. Давай здесь. Ты сказал, давай здесь. Давайте не будем проводить конфликтов. Ребят, не стоим. Короче, что происходит? Что происходит? Что происходит? Почему меня... Хоть такой дичи я еще не видел в жизни. Да, хочу купить вещи. Люди здесь живут. Хотят купить продукты. Перекрыли все нахуй. Извините. Не надо. Давай тебе смотришь. Хорошо, перекрыли. Меня сейчас снимает человек. Я не хочу, чтобы меня снимают. Я гражданин Российской Федерации. Не хочу, чтобы меня снимают. Снимают только девочек. Снимают только девочек. Вот давай тебя сейчас сниму. Консинуация, хорошо? Давай. Давай. Давай, блядь. Давайте не волноваться. Что матомареза? Давайте не волноваться. Я буду орать, сколько хочу матом. Понял? Попробуй. Блядь, мудила пиздец. 20.1. Заявление сейчас поступит. Привлигите, пожалуйста. А к этому есть? Ко второму претензии есть? Да он какой-то странный парень. Не знаю, что-то он подошел. Махал мне вот так вот пальцами перед лицом. Вот так вот. Я ему начал так же делать. Он говорит, все, теперь пошли выйдем на 1 на 1. То есть ко мне такие инсинуации возможны, а к нему нет. То есть он какой-то особенный вилет. Матом он ругался? Не, не помню точно. Скажите, пожалуйста, тут 15 метров есть от кода? Да он еще и матом кроет. Зачем? Ему надо замечание сделать. Я уже сделал замечание не один раз. 19.3. Невыполнение. 19.3. Нет, ладно, не трогай. Любимая статья. А что за... Я не курящий, а возле меня курят. Будете писать заявление? Будет. На этого человека поступит заявление. Вот только что я вам дал. Вы заявили, человек ругается, в честь не матом. Я знаю. Привите, пожалуйста, меры. Мы примем меры. Мне сейчас нужно понять, что с первой ситуации... Я сюда приехал по первой ситуации, и она сейчас обросла огромным комом. А он еще и выбросил на землю? А мы тут 5 часов, поэтому я и хочу изначально разобраться в первой причине проблемы. А он бычок выкинул? Я хочу разобраться в первой причине проблемы. Откуда же мы эти все первые причины? Вы сейчас право нарушения налицо. Бычок подними. Да, я знаю. Право нарушения. Бычок подними. Ну и все. Где? Надо применить. Люди находятся рядом с нами. Где бычок? Соответственно, меры к ним будут приняты. Ну, пошли. Вот, вот эту бычок. Меры к ним будут приняты. Меры к ним будут приняты. Меры к ним будут приняты. На, возьмите, это ваш. Я еще раз поясняю. Ваш бычок возьмите, выкиньте. Он там где-то. Верни ему бычок. Возьмите. Положи на него. Спасибо, машетка. Ну, я не буду, он горит все-таки. Что касается... Я сверну в карман бычок. На, вот, забирай. Потуши, выкинь в бурну. Это будет право нарушение. Какое? Забери свою вещь и выкинь все, сделай как надо. И все. Вот, ну, вон, выкинь. Что касается... Ну, тебе же сказали, нормально. Что, с тобой кто-то ругается, что ли? Вон, урна стоит. Урна стоит. Ты ему хотьой, что ли? Не обзывай? Тебя спрашивают. Тебя спрашивают. Тебя по-хорошему просили, не будь свиньей. Этот город не убирает. Молодой человек, давайте без нацинации. Каких? Вот. Человек, который мусорит, срет вот тут. Так. Это его вещь, почему он кидается. Я вернул ему его вещь. Хорошо. Все по закону. Кем вы его сейчас назвали? Я сказал, не будь свиньей. Не буду. Я даже не сказал, ты что, тупой? Давайте мы сейчас... Ответы не последовало. Не последовало. К данным людям сейчас будут приняты меры. Давайте не будем расправлять ситуацию. Просто честно, бесит. Я живу в этом городе. Хорошо, я тоже живу в этом городе. Хорошо. Давайте будем обоказывать. Давайте я буду делать сейчас вот свою работу. Давайте, да. Хорошо. Служи. Что это такое? Что-то с контейнером тут беда совсем случилась. Так, ребят, ну что ж, вот так вот закончился наш рейд. Как видите, мы не дождались сок. Но я думаю, если они приедут, они знают, что им делать, да? Что описывать. Самое главное, вернули деньги. Пишите, что думаете о сети Билла. Как по мне, это вообще одна из лучших сетей магазина. Но сегодня прям мы нашли целый кладенец, так сказать, да? Оставляйте свои комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Жмякайте колокольчик. А на этом все. Всем удачи. Всем пока. И до новых встреч. А также подписывайтесь на наш новый открытый телеграм-чат в Телеграме. Ссылки будут в описании. Точнее. Субтитры сделал DimaTorzok